Доброе утро. Приятно, что столько людей интересуются редкими опухолями. Саркомы, безусловно, являются редкими. И сложность для патологов в диагностике в том, что на сегодняшний день классификация саркома одна из самых объемных по количеству нозологических единиц, больше полутора сотен. И, к сожалению, не всегда вот эти различия классификационные, которые мы пытаемся найти, имеют отражение в клинике. Но, тем не менее, почему я не буду говорить о всех саркомах? Потому что что часто, то часто. Поэтому мы выбрали для того, чтобы более детально осветить именно липосаркомы. Липосаркомы являются самой частой саркомой среди других нозологических единиц этой группы. И это неоднозначная группа, гетерогенная. Мы пользуемся на сегодняшний день классификацией Всемирной организации здравоохранения, которая была издана в 2013 году. И классификация эта, в общем, имеет отличие существенное от предыдущих, потому что впервые в нее были имплементированы данные молекулярно-генетических исследований. И опухоли были разделены не только на основании своих морфологических проявлений, а морфологически мы их делим по гистогенетическому признаку. Это значит, что мы пытаемся провести параллели между тем, что мы видим, и нормальной тканью. К сожалению, не всегда опухоли, которые похожи на нормальную жировую, глоткомышечную или скелетно-мышечную ткань, происходят из этой ткани или из ее предшественников. Это, в общем, ограничение наших знаний на сегодняшний момент, но работа не останавливается. И адипоцитарные опухоли не являются исключением. Это опухоли, которые имеют жировую дифференцировку. Есть целая группа доброкачественных образований. Но сегодня мы будем говорить о злокачественных и промежуточных, которые в данной группе представлены местно-агрессивными. Видите, группа небольшая. Всего среди сарком, грубо говоря, три нозологические единицы. Одна группа неклассифицируемая. Это липосаркомы, которые мы не можем отнести к какой-то более узкой группе в силу объективных или субъективных причин. Почему такое деление на сегодняшний день существует? Деление основано, как я уже сказала, на молекулярно-генетических данных. И эти саркомы представляют у себя три патогенетические группы, которые имеют в основе своего развития различные механизмы. Высокодифференцированная липосаркома, вы видите, находится в одной группе с д-дифференцированной липосаркомой. Потому что на сегодняшний день это опухоли, которые имеют единый патогенез, единый сходный генотип и, вероятно, представляют из себя крайние точки спектра. То есть высокодифференцированная липосаркома это хорошо дифференцированная, зрелая опухоль, которая по мере своей д-дифференцировки превращается в то, что мы привыкли называть д-дифференцированной липосаркомой. Для них характерное изменение в генах MDM2 и CDK4. Это очень важно, потому что продукты этих генов мы можем детектировать при помощи иммуногистохимического исследования, о чем я скажу немножечко позже. И, тем не менее, эти перестройки приводят к неконтролируемому росту. В процессе д-дифференцировки происходит потеря способности к формированию липидов. И мы не видим тех внутриклеточных жировых капель, которые являются характерными для морфологических проявлений липосарком. Миксоидные липосаркомы характеризуются также уникальной для себя генетической перестройкой. Это формирование Fusion TLS Fuse и гена CHOP. В эту же группу на самом деле входит то, что было в предыдущей классификации круглоклеточной липосаркомой. То есть это тоже не однородная группа заболеваний, а не какая-то одна нозологическая единица, которая представляет из себя тот же континуум или спектр. На одной грани его это липосаркома миксоидная, которая довольно зрелая и отличается относительно благоприятным прогнозом. А на другой границе спектра это круглоклеточная саркома, агрессивная опухоль. И плеоморфная липосаркома, которая характеризуется очень большим количеством перестроек и дополнительной амплификацией гена циклина D1, которая участвует в регуляции клеточного цикла и поэтому имеет отличную и морфологию, и клинику. И мы немножечко поговорим об этом. Мы посмотрели, что же происходит у нас. Взяли группу липосаркома с 2000 года на сегодняшний день. И оказалось, что большая часть из них, около 60%, это саркомы группы высоко дифференцированной, додифференцированной липосаркомы. Что, в общем, с литературными данными согласуется. Это самые частые липосаркомы вообще. Миксоидная липосаркома, по нашим данным, составила около четверти случаев. В литературе говорится о том, что до 30% липосарком являются миксоидными. Плеоморфные липосаркомы редкие. Что же характеризует атипическую липоматозную опухоль или высоко дифференцированную липосаркому? Они не зря написаны здесь вместе, через дробь, потому что это морфологически и молекулярно-биологически одна и та же опухоль. Но в зависимости от ее локализации, эта опухоль ведет себя по-разному. Поэтому, казалось бы, одно и то же образование отнесено к разным группам по клиническому течению, к местно-агрессивным опухолям и к истинным саркомам. Потому что если опухоль локализуется в периферических мягких тканях конечностей, она ведет себя довольно доброкачественно, имеет риск рецидивирования, если она не полностью исечена. Если же эта опухоль локализуется забрюшинно, то она ведет себя как саркома, характеризуется частыми рецидивами и прогрессированием с додифференцировкой. Что же касается характеристик генетических, то для этой опухоли характерно формирование так называемой кольцевой хромосомы, в формировании которой принимает участие длинное плечо 12-й хромосомы. Это приводит к амплификации генов, которые расположены в этом регионе. К ним и относятся как раз-таки CDK4 и MDM2. Эти гены мы можем выявить при помощи иммуногистохимии, но, к сожалению, этот метод имеет ограничения существенные, потому что всегда, когда мы пытаемся выявить белок как продукт какого-то гена, мы должны помнить о том, что от гена до белка существует еще множество этапов. То есть есть транскрипция, трансляция, посттрансляционные изменения, и только потом мы видим белок. И на многих из этих этапов могут происходить изменения. Поэтому если мы видим появление белка, это не всегда говорит о том, что происходит амплификация, гиперэкспрессия гена самого. Возможно, изменения, приводящие к появлению белка, происходят на более поздних этапах. В патогенезе же нас интересуют именно изменения на генетическом уровне, поэтому на сегодняшний день стандартом диагностики этих опухолей является фиш-исследование, которое позволяет нам локализовать перестройку в самом гене. Эта опухоль характеризуется небольшим количеством копийных аберраций. Это copy number aberrations, количество изменения копийности генов или участков хромосом. То есть это потери участков хромосом или генов, или их увеличение количества копий как посредством амплификации, так и посредством других механизмов, в том числе полисомии и так далее. Что же касается гистологии, то, как правило, для постановки этого диагноза не требуется дополнительных методов, потому что это опухоль зрелая, которая имеет свое лицо, которая напоминает зрелую жировую ткань, отличается от нее высокой вариабельностью размера липоцитов, могут встречаться липобласты, но ключевым диагностическим моментом является наличие вот таких вот крупных атипичных клеток с гиперхромными ядрами. Их может быть очень мало. Если мы посмотрим на то, какие варианты описывают этой опухоли, то есть один из них, который называется липомоподобный. То есть опухоль и клинически, и морфологически выглядит как липома. Но для того, чтобы поставить правильный диагноз, мы, во-первых, должны это образование тщательно исследовать, то есть взять достаточное количество фрагментов и искать эти клетки. Они часто располагаются переваскулярно и в фиброзных прослойках. И если речь идет о забрюшинной опухоли, то нужно делать это очень тщательно. Это должна быть задача, которая стоит перед патологом, потому что на сегодняшний день представление таковы, что забрюшинные липомы – это казуистика. То есть, как правило, это липомоподобная, высоко дифференцированная липосаркома в данной локализации. Кроме того, может быть склеротический и воспалительный подтип. Воспалительный подтип характеризуется, судя по его названию, выраженной воспалительной инфильтрацией и может симулировать неопухолевые процессы, воспалительные процессы, воспалительные миофибробластические опухоли. И в такой ситуации имеет смысл для дифференциальной диагностики использовать как раз-таки ФИШ. Метод является наиболее надежным и оптимальным. Что же касается склеротического варианта, то он характеризуется увеличением количества, собственно, стромы, в которой, как правило, не увеличивается количество вот этих крупных гиперхромных клеток. И в данной ситуации мы проводим диагноз с дедифференцировкой. Потому что считается, что дедифференцировка, как правило, характеризуется появлением саркомы высокой степени злокачественности, но может быть дедифференцировка низкой степени злокачественности. Почему это важно? Потому что если мы говорим о дедифференцированной липосаркоме, то она характеризуется уже совершенно другим набором перестроек генетических и гораздо более высоким риском как к рецидивированию, так и у нее появляется риск метастазирования. Хотя он и ниже, если сравнивать ее с плеоморфными саркомами, не дифференцированными. Эта опухоль характеризуется увеличением количества перестроек, характеризующих изменение копийность гена. И, как правило, это перестройки, вовлекающие гены прогрессии. И характерным для нее является потеря генов метаболизма жиров, что и приводит к тому, что мы перестаем видеть вот эти жировые капли в опухолевых клетках, то есть они теряют свое лицо. Кроме того, додифференцированная, высоко дифференцированная липосаркома характеризуется различным профилем экспрессии генов, которые участвуют в аптозе, формировании цитоскелета, матрикса и других. Классический вид – это саркома высокой степени злокачественности. High-grade саркома полиморфная. И многие полиморфно-клеточные саркомы забрюшенные, которые раньше называли фиброзной злокачественной гистеоцитомой, оказались додифференцированными липосаркомами. На самом деле поставить этот диагноз тоже не так сложно, если у нас есть вот такие участки, которые характерны для додифференцированных липосарком. Нам нужно найти участки высоко дифференцированной липосаркомы, на фоне которой она развелась. Как правило, изменения резкие, то есть мы видим резкую границу перехода. И в такой ситуации нам не нужны дополнительные методы. Если же мы не видим резидуальной, остаточной или предшествующей высоко дифференцированной липосаркомы, то тогда, чтобы подтвердить, что это додифференцированная липосаркома, мы опять же в идеале должны использовать FISH. Но проблема в том, что есть некоторые организационные сложности. Например, в нашей стране большинство реактивов для флюоресцентной ситогибридизации не имеет регистрационных удостоверений. То есть на сегодняшний день адекватная диагностика сложна. Особенно для учреждений, которые не могут себе позволить использовать незарегистрированные реактивы. Поэтому без поддержки профессионального сообщества эту ситуацию, к сожалению, изменить нельзя. Что же касается наших данных, то большинство липосаркомы локализовались, додифференцированных, забрюшинно. Редко они локализуются в периферических мягких тканях, но они могут там быть. И очень высокая частота рецидивов. Среди нашего материала около 45-50% это рецидивные случаи. То есть это характеризует потенцию этой опухоли к рецидивированию. И что же касается клинического подхода к дифференциальной диагностике, то забрюшинная саркома чаще всего это липосаркома. И если это саркома хайгрейд, чаще всего это додифференцированная липосаркома. От этого нужно идти, и это нужно момент исключать. Что же касается амиксоидной липосаркомы, до 30% случаев она составляет. Как правило, это периферические мягкие ткани. Она реже бывает в центральной локализации. Но эта опухоль, как я уже сказала, характеризуется спектром, в том числе и спектром агрессивности. И чем больше доля круглоклеточного компонента, тем более агрессивно она течет. И считается, что если уже 5% есть круглоклеточного компонента, тогда эта опухоль приобретает больший риск метастазирования. И характеризуется она метастазами в необычной локализации, так называемой. То есть это не характерное для гематогенного метастазирования поражение легких, А метастазы могут быть в мягкие ткани, в средостении, и в ряде случаев опухоли именно диагностируются с метастазов. Она характеризуется наличием транслокации 12-16 с формированием вот этого вот фьюжн-гена, о котором я говорила. Кроме того, может быть амплификация длинного плеча 13-й хромосомы, и часто встречается мутация в промоторе гена ДЕРТ, что имеет определенное терапевтическое приложение. Что касается дифференциальной диагностики, то, как правило, одного гистологического исследования в большинстве случаев достаточно, чтобы поставить этот диагноз. Но нужно помнить о том, что характерными для этой саркомы является, помимо миксоидной стромы, наличие липоцитов мелких и липобластов, это характерная сосудистая сеть. Это тонкие капиллярные сосуды, которые ветвятся под острым углом, и их иногда еще сравнивают с куриными лапками. В чем может быть подвох? В ряде случаев в высокодифференцированных липосаркомах могут быть миксоидные участки, которые симулируют миксоидную липосаркому. Могут ли быть комбинированные липосаркомы, миксоидные и высокодифференцированные? Теоретически может быть всякое. Но практически, как правило, это все-таки одна саркома, и отдифференцировать их довольно легко. Опять же, если это была бы высокодифференцированная липосаркома, мы должны найти диагностические для нее ключевые клетки. Это вот эти крупные клетки с крупным гиперхромным ядром. То есть сама по себе миксоидность стромы не является диагностическим маркером. Нужно помнить об остальных, это сосуды, и очень характерным является наличие такого слизистого отека ткани с ее разволокнением, который сравнивают с тканью легкого. Тоже очень характерный диагностический признак, но опять же не специфический, может быть и в других миксоидных опухолях. Иплиаморфная липосаркома самая редкая, но на сегодняшний день это самая злокачественная из всех липосарком, самая агрессивная. И ее молекулярно-генетический профиль объясняет, почему это так. Эта опухоль характеризуется очень высоким спектром количественных аберраций. Также может быть амплификация в длинного плеча 13-й хромосомы, как и в миксоидной липосаркоме. И характеризуется она именно амплификацией генов циклинов, в первую очередь циклина D1. Но кроме того, вы видите, CDK4 тоже вовлечен в ее патогенез. Почему? Потому что очень большой спектр изменений, и он перекрывает те изменения, которые могут быть в других липосаркомах. Судя из ее названия, это опухоль, которая характеризуется резко выраженной степенью гистологического полиморфизма. В данной ситуации проблема в том, что мы должны выявить ее адипоцитарную природу. Это не всегда возможно, потому что из-за большого количества генетических перестройок опухоль может терять свое лицо и терять способность к продукции липидов, в том числе внутриклеточных. Но вот поиск липобластов среди этих резкополиморфных клеток, которые отличаются существенно по размеру в десятки раз. Эти кляксоподобные ядра и поиск более зрелых каких-то участков поможет нам этот вопрос разрешить. К сожалению, каких-то характерных молекулярных маркеров, которые мы могли бы использовать на сегодняшний день, надежных нет. Не стоит на месте классификация. Прошло пять лет создания последнего тома всемирно-возовской классификации. И уже на сегодняшний день продолжаются работы в том, чтобы подразделить ряд серых зон более детально. И вот сейчас наметилось выделение такой нозологической единицы, как атипическая веретеноклеточная липоматозная опухоль. О чем это говорит? О том, что классификация развивается, данные у нас накапливаются, потому что очень много белых пятен, очень много вопросов, на которые нет ответа. И классификация будет расти, потому что мы на сегодняшний день находимся на этапе накопления знаний, которые не всегда находят приложение в клинике. Пока. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Сергеевна. Пожалуйста, коллеги, кому угодно вопросы задавайте. Анна Сергеевна, вот у меня такой вопрос. Я начал свою деятельность с классификации возыска 1974 года. Затем после нее была 2002 года, Леонская, по-моему, классификация, и сейчас. Как Вы думаете, следующая классификация не за горами, и куда мы придем? Да, у нас на сегодняшний день уже есть предпосылки к изменению действующей классификации. Может быть, это будет не полностью новое издание, а как поступили, скажем, с ЦНС, они издали такую корректированную версию. На сегодняшний день наши представления не всегда отражают биологию опухоли, потому что наш принцип подхода к классификации состоит в том, что мы пытаемся найти нормальный неопухолевый предшественник, либо найти какую-то аналогию между опухолью и тканью, которую она напоминает либо гистологически, либо фенотипически. Не всегда это характеризует происхождение опухоли и ее течение. И пока мы не поймем, как они развиваются, откуда они развиваются, что является ключевым моментом, и что может быть использовано как терапевтическая мишень, либо как прогностический фактор, мы будем плодить нозологические единицы. То есть на сегодняшний день классификация идет по пути увеличения количества нозологических единиц, что пока не имеет клинического приложения. Я надеюсь, что с учетом развития генетики, таргетной терапии, клеточной терапии, генетической терапии, классификация будет меняться, она будет более клинически ориентированная. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok